Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины Митинг в честь шестой годовщины Евромайдана был организован противниками нынешнего президента 7. Коммерсант от 22 ноября 2019 года 12.40 Вчера на Украине вспоминали события шестилетней давности Именно 21 ноября 2013 года в центр Киева вышли первые протестующие, с которых начался Евромайдан Однако на прошедшем митинге говорили не столько о прошлом, сколько о настоящем Движение сопротивления капитуляции, организовавшее акцию, выдвинуло президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд политических требований и намекнуло, что в случае чего он может повторить судьбу бывшего президента страны Виктора Януковича У противников господина Зеленского уже появились свои символы и слова, понятные сторонникам С подробностями из Киева Матвей Шиманов Евромайдан в 2013 году начался с записи в Facebook киевского журналиста Мустав Инаема, в которую он пригласил своих подписчиков выйти в центр столицы, взяв с собой зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей Она была опубликована вскоре после того, как 21 ноября 2013 года тогдашняя глава правительства Украины Николай Азаров объявил о том, что давно анонсированное подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом откладывается Постепенно эта небольшая акция привлекла тысячи недовольных как приостановкой евроинтеграции, так и правлением президента Виктора Януковича в целом В конце концов это вынудило президента Украины бежать из страны Хроника Евромайдана События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, привели к многочисленным акциям протеста в течение следующих трех месяцев Столкновением с силовиками, гибели более ста человек и, в конечном итоге, смене власти в стране Фото, AP 21 ноября Верховная Рада не приняла закон об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко Таким образом, было нарушено главное условие Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации Украинские парламентарии заявили о приостановке переговоров на фото Председатель Верховной Рады Украины Созыва Владимир Рыбак, слева, и лидер фракции всеукраинского объединения Батькивщины Арсения Иценюк Фото, коммерсант Владислав Садель 21 ноября В 22 часа на Майдане Незалежности в Киеве началась стихийная акция протеста В ней участвовали от 1,5 тысячи до 3 тысяч человек Фото, коммерсант, Владислав Садель 22 и 23 ноября Митинги сторонников евроинтеграции собрались по всей Украине В Киеве митингующие, несмотря на судебный запрет, установили возле монумента независимости 5 туристических палаток, которые позже разобрали бойцы спецподразделения Беркут Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин 24 ноября Около 10 тысяч сторонников евроинтеграции собрались на митинг во Львове Павел Паломарчук, РИА Новости 24 ноября В Киеве марш за евроинтеграцию закончился митингом на Европейской площади Впервые прошли столкновения протестующих с бойцами Беркута Применялся слезоточивый газ Оппозиция заявила, что продолжит протесты фото Кирилл Чубатин 26 ноября Президент Украины Виктор Янукович в телеэфире обещал, что соглашение Украины с ЕС будет подписано, когда страна будет готова к этому экономически Кроме того, президент призвал милицию и протестующих не применять силу в ходе акций протеста Фото, коммерсант, Константин Мельницкий 27 ноября В Киеве около 3000 манифестантов прошли по проезжей части Крещатика на Майдан Фото 29 ноября На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Виктор Янукович отклонил предложение ЕС подписать соглашение об ассоциации В 4 утра Беркут начал разгон лагеря на Майдане Был задержан 31 человек Около 40 в больнице и фото 1 декабря На улице снова вышли демонстранты, которые требовали уже не евроинтеграции, а отставки президента На Майдане прошел митинг, на который, по оценкам организаторов, пришли 800 тысяч участников В том числе подкрепление из Львова 10 тысяч революционеров, настроенных на борьбу с донецкой бандой, захватившей Украину Митингующие прошли шествием до Майдана Незалежности, где снесли ограждение вокруг новогодней елки Фото, коммерсант, Александр Яловой 1 декабря Группа молодых людей пыталась штурмовать здание администрации президента Украины Для этого в центр пригнали бульдозер Фото, коммерсант, Александр Яловой 1 декабря Противостояние между протестующими и бойцами Беркута продолжилось фото 8 декабря В Киеве прошло народное вече, в котором участвовали, по разным оценкам, от 100 тысяч до 1 миллиона человек Они требовали отставки президента и правительства Украины Тем временем демонстранты под красно-черными флагами снесли установленный на Бессарабской площади памятник Ленину и разбили его фото, коммерсант, Иван Коваленко 9 декабря Началась подготовка к штурму Майдана Солдаты внутренних войск и бойцы Беркута окружили блокпосты оппозиции в правительственном квартале, после чего начали вытеснять митингующих с прилегающих улиц Работники коммунальных служб разобрали баррикады В столкновениях пострадали 10 активистов и 2 сотрудника правоохранительных органов Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин Ночь с 10 на 11 декабря Беркут попытался штурмовать Майдан Глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал демонстрантов разойтись Протестующие, заблокированные в здании Киевской городской администрации, поливали бойцов Беркута водой из пожарных шлангов через открытые окна второго этажа, бросали дымовые шашки В 9 часов утра начался штурм Киевской городминистрации, закончившейся неудачей В 11 часов утра все силы спецназначения покинули Крещатик и Майдан Фото, Ройтез 19 декабря Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников акций протеста на Майдане Фото, коммерсант, Владислав Садель 22 декабря На Народном Вече, на которое пришли 200 тысяч человек, объявлено о создании Народного объединения Майдан Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин 12 января 2014 года Прошло первое в 2014 году Народное Вече На него пришли, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч человек фото, коммерсант, Владислав Садель 19 января На очередное Народное Вече собрались до 500 тысяч человек фото, коммерсант, Владислав Садель 20 января Начались самые крупные за время независимости Украины беспорядки Вышедшая из-под контроля лидеров оппозиции новое ультранационалистическое объединение, запрещенное в России Организация, правый сектор призвала к национальной революции А его активисты вступили в жесткие столкновения с силами правопорядка Объяснив свои действия необходимостью противостоять диктатуре Фото, коммерсант, Александр Щербак Единственным из лидеров Майдана в эпицентре оказывается лидер партии «Удар» Виталий Кличко Который пытался остановить беспорядки Но радикальная часть протестующих встретила Кличко нецензурной речевкой футбольных фанатов и залила пеной из огнетушителя Фото, Reuters По данным МВД Украины, в результате столкновений около 218 милиционеров обратились за медпомощью, 99 из них были госпитализированы В департаменте здравоохранения Киева сообщали, что к утру 20 января к врачам обратилось 103 участника акции протеста, из которых госпитализировали 42 Штаб оппозиции заявил о 1,4 тысячи пострадавших Фото, коммерсант, Владислав Садель 22 января Остановить насилие пытались несколько священников, вставших между баррикадами и стражами правопорядка Однако действия священнослужителей не помогли В этот день стало известно о первых жертвах фото, коммерсант, Александр Щербак 23-24 января Протесты распространились по всей Украине В ряде городов Тернополи, Львове, Равно, Ивано-Франковские и Хмельницком протестующие захватили здания областных государственных администраций Фото, коммерсант, Александр Забин Переговоры в ночь с 23 на 24 января между президентом Украины и Виктором Януковичем и лидерами оппозиции ни к чему не привели Власти отклонили большинство требований, а предложенные ими в ответ условия не принял Майдан Протестующие возвели новые баррикады в правительственном квартале Фото, коммерсант, Михаил Маркиев Утро 25 января Около 100 вооруженных молодых людей, ранее захвативших здание Министерства аграрной политики, в масках и камуфляжной форме проникли в здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Члены гражданского движения «Спильность права» заявили о намерении расположить там казарму бойцов движения В этот же день Виктор Янукович согласился на изменение Конституции Украины и заявил о своей готовности создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике Фото, коммерсант, Станислав Залесов 27 января Захвачено одно из зданий Минюста Украины Фото, коммерсант, Александр Чижинок 28 января Премьер-министр Украины Николай Азаров подал прошение об отставке Вместе с ним президент отправил в отставку все правительства, переведя всех министров в статус исполняющей обязанности С сохранением полномочий Верховная Рада провела заседание, на котором подавляющим большинством голосов аннулировало 9 из 12 законов 16 января Рада приступила к рассмотрению предложенного оппозиции закона об амнистии участникам протестов Для чего было выдвинуто условие освобождения захваченных административных зданий Здание Минюста освобождено Выполнение основных требований оппозиции вызвало на баррикадах растерянность Тем не менее, Майдан решил не расходиться Фото, коммерсант, Владислав Садель 29 января Несколько десятков активистов партии «Свобода» потребовали от активистов общего дела покинуть занятое ими Министерство аграрной политики После непродолжительной стычки с применением травматического оружия вверх взяли активисты «Свободы» Фото, коммерсант, Владислав Садель 9 февраля На 10-м народном вече в Киеве присутствовали около 50 тысяч человек Фото, коммерсант, Александр Яловой 16 февраля В день следующего веча было освобождено и передано демонстрантами под патронат ОБСЕ здания Киевской городской госадминистрации А также разблокированы Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская облгосадминистрации В ответ протестующие требовали закрытия около 2000 уголовных дел против участников протестов и окончательной реабилитации 236 ранее арестованных демонстрантов Фото, коммерсант, Роман Пилиппей 16 февраля Лидеры оппозиционных партий призвали украинцев пройти мирным маршем от Майдана к Верховной Раде на фото лидер партии Всеукраинское объединение Свободы Олег Тягныбок Фото, коммерсант, Роман Пилиппей Колонны формировались с 8.30 утра 18 февраля На митинг собирались не менее 20 тысяч человек Мирная акция вскоре вышла из-под контроля фото, коммерсант, Роман Пилиппей 19 февраля Вечером был подожжен Дом профсоюзов, где располагался штаб оппозиции, который в итоге сгорел фото, коммерсант, Роман Пилиппей К исходу первого дня ожесточенного противостояния цифра погибших дошла до 25 человек В их число вошли 7 милиционеров и журналист газет Вести Фото, коммерсант, Василий Шапошников 19 февраля Виктор Янукович призвал оппозицию отказаться от применения силы на Майдане Президент Украины и лидеры оппозиции объявили перемирие, но радикалы из движения «Правый сектор» назвали эту договоренность фальшивой Утром на Майдане вновь начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками фото, коммерсант, Василий Шапошников 21 февраля Рада запретила проведение на Украине антитеррористической операции, объявленной руководством СБУ В середине дня Минздрав Украины сообщил, что за 4 дня столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали 577 человек В Раде подписано соглашение между властью и оппозицией Согласно документу, восстановилось действие Конституции Украины 2004 года Президентские выборы должны были быть проведены не позднее декабря 2014 года, а оппозиция должна сдать оружие в МВД Кроме того, Рада проголосовала за освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко Вечером служащие внутренних войск покинули Киев Фото, коммерсант, Владислав Садель 22 февраля На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений На Майдане продолжили прощаться с погибшими в результате недавних столкновений Фото, коммерсант, Юрий Мартьянов 22 февраля Освобожденная Юлия Тимошенко выступила на Майдане Я буду гарантом того, что вас больше никто не предаст В Майдану, говорят люди на площади, гаранты не нужны Он сам готов добиться того, чего хочет фото, коммерсант, Василий Шапошников 22 февраля Активисты взяли под контроль оставленную Виктором Януковичем президентскую резиденцию в Межигорье в 20 километрах от Киева Открыв ее для посещения всех желающих Сам президент улетел в Донецк Фото, коммерсант, Александр Яловой 22 февраля В Харкове собрался съезд 3000 Депутатов всех уровней, в основном представители Харьковской, Донецкой, Луганской области и Арк Крым Делегаты съезда постановили, что на период до восстановления конституционного порядка законности всю власть на себя берут местные советы В тот же день Верховная Рада постановила, что Виктор Янукович, неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий, а также назначила досрочные президентские выборы на май 2014 года Фото, коммерсант, Юрий Мартьянов 23 февраля Верховная Рада Украины возложила на председателя парламента Александра Турченова выполнение обязанностей президента Украины Виктор Янукович прибыл в Крым, откуда в ночь на 24 февраля уехал в Россию фото Коммерсант, Владислав Садель Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... События, начавшиеся в Киеве в ноябре 2013 года, привели к многочисленным акциям протеста в течение следующих трех месяцев, столкновением с силовиками, гибели более ста человек и, в конечном итоге, смене власти в стране Фото, АП, 21 ноября Верховная Рада не приняла закон об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко Таким образом, было нарушено главное условие Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации Украинские парламентарии заявили о приостановке переговоров на фото, председатель Верховной Рады Украины Созыва Владимир Рыбак, слева, и лидер фракции Всеукраинского объединения Батькивщины Арсений Яценюк Фото, коммерсант, Владислав Садель 21 ноября В 22 часа на Майдане Незалежности в Киеве началась стихийная акция протеста В ней участвовали от 1,5 тысячи до 3 тысяч человек Фото, коммерсант, Владислав Садель 22-23 ноября Митинги сторонников евроинтеграции собрались по всей Украине В Киеве митингующие, несмотря на судебный запрет, установили возле монумента независимости 5 туристических палаток Которые позже разобрали бойцы спецподразделения Беркут Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин 24 ноября Около 10 тысяч Сторонников евроинтеграции собрались на митинг во Львове Фото, Павел Паломарчук, РИА Новости 24 ноября В Киеве марш за евроинтеграцию закончился митингом на Европейской площади Впервые прошли столкновения протестующих с бойцами Беркута Применялся слезоточивый газ Оппозиция заявила, что продолжит протесты Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин 26 ноября Президент Украины Виктор Янукович в телеэфире обещал, что соглашение Украины с ЕС будет подписано, когда страна будет готова к этому экономически Кроме того, президент призвал милицию и протестующих не применять силу в ходе акций протеста Фото, коммерсант, Константин Мельницкий 27 ноября В Киеве около 3000 Манифестантов прошли по проезжей части Крещатика на Майдан Фото, АП, Сергей Гритц 29 ноября На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Виктор Янукович отклонил предложение ЕС подписать соглашение об ассоциации В 4 утра Беркут начал разгон лагеря на Майдане Был задержан 31 человек Около 40 в больнице и фото 1 декабря На улице снова вышли демонстранты, которые требовали уже не евроинтеграции, а отставки президента На Майдане прошел митинг, на который, по оценкам организаторов, пришли 800 тысяч участников, в том числе подкрепление из Львова 10 тысяч революционеров, настроенных на борьбу с донецкой бандой, захватившей Украину Митингующие прошли шествием до Майдана незалежности, где снесли ограждение вокруг новогодней елки-фото, коммерсант, Александр Ялова 1 декабря Группа молодых людей пыталась штурмовать здание администрации президента Украины Для этого в центр пригнали бульдозер-фото, коммерсант, Александр Ялова 1 декабря Противостояние между протестующими и бойцами Беркута продолжилось фото 8 декабря В Киеве прошло народное вече, в котором участвовали, по разным оценкам, от 100 тысяч до 1 миллиона человек Они требовали отставки президента и правительства Украины Тем временем демонстранты под красно-черными флагами снесли установленный на Бессарабской площади памятник Ленину и разбили его Фото, коммерсант, Иван Коваленко 9 декабря Началась подготовка к штурму Майдана Солдаты внутренних войск и бойцы Беркута окружили блокпосты оппозиции в правительственном квартале, после чего начали вытеснять митингующих с прилегающих улиц Работники коммунальных служб разобрали баррикады В столкновениях пострадали 10 активистов и 2 сотрудника правоохранительных органов Фото, коммерсант, Кирилл Чубатин Ночь с 10 на 11 декабря Беркут попытался штурмовать Майдан Глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал демонстрантов разойтись Протестующие, заблокированные в здании Киевской городской администрации, поливали бойцов Беркута водой из пожарных шлангов через открытые окна второго этажа, бросали дымовые шашки В 9 часов утра начался штурм Киевской городминистрации, закончившейся неудачей В 11 часов утра все силы спецназначения покинули Крещатики Майдан Фото, Ройтез 19 декабря Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования Участников акций протеста на Майдане Фото, коммерсант Владислав Садель 22 декабря На Народном Вече, на которое пришли 200 тысяч человек, объявлено о создании Народного объединения Майдан Фото, коммерсант Кирилл Чубатин 12 января 2014 года Прошло первое в 2014 году Народное Вече На него пришли, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч человек Фото, коммерсант Владислав Садель 19 января На очередной Народной Вече собрались до 500 тысяч человек Фото, коммерсант Владислав Садель 20 января Начались самые крупные за время независимости Украины беспорядки Вышедшая из-под контроля лидеров оппозиции новое ультранационалистическое объединение, запрещенная в России организация, правый сектор призвала к национальной революции А его активисты вступили в жесткие столкновения с силами правопорядка, объяснив свои действия необходимостью противостоять диктатуре Фото, коммерсант Александр Щербак Единственным из лидеров Майдана в эпицентре оказывается лидер партии «Удар» Виталий Кличко, который пытался остановить беспорядки, но радикальная часть протестующих встретила Кличко нецензурной речевкой футбольных фанатов и залила пеной из огнетушителя Фото, Ройтез По данным МВД Украины, в результате столкновений около 218 милиционеров обратились за медпомощью, 99 из них были госпитализированы В департаменте здравоохранения Киева сообщали, что к утру 20 января к врачам обратилось 103 участника акции протеста, из которых госпитализировали 42 Штаб оппозиции заявила 1,4 тысячи пострадавших Фото, коммерсант Владислав Садель 22 января Остановить насилие пытались несколько священников, вставших между баррикадами и стражами правопорядка Однако действия священнослужителей не помогли В этот день стало известно о первых жертвах Фото, коммерсант Александр Щербак 23-24 января Протесты распространились по всей Украине В ряде городов Тернополя, Львове, Равно, Ивано-Франковске и Хмельницком протестующие захватили здания областных государственных администраций Фото, коммерсант Александр Забин Переговоры в ночь с 23 на 24 января между президентом Украины и Виктором Януковичем и лидерами оппозиции ни к чему не привели Власти отклонили большинство требований, а предложенные ими в ответ условия не принял Майдан Протестующие возвели новые баррикады в правительственном квартале Фото, коммерсант Михаил Маркив Утро 25 января Около ста вооруженных молодых людей, ранее захвативших здание Министерства аграрной политики, в масках и камуфляжной форме проникли в здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Члены гражданского движения Спильной справа заявили о намерении расположить там казарму бойцов движения В этот же день Виктор Янукович согласился на изменение Конституции Украины и заявил о своей готовности создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике Фото, коммерсант Станислав Залесов 27 января Захвачено одно из зданий Минюста Украины Фото, коммерсант Александр Чижинок 28 января Премьер-министр Украины Николай Азаров подал прошение об отставке Вместе с ним президент отправил в отставку все правительства, переведя всех министров в статус исполняющей обязанности с сохранением полномочий Верховная Рада провела заседание, на котором подавляющим большинством голосов аннулировало 9 из 12 законов 16 января Рада приступила к рассмотрению предложенного оппозиции закона об амнистии участникам протестов, для чего было выдвинуто условие освобождения захваченных административных зданий Здание Минюста освобождено Выполнение основных требований оппозиции вызвало на баррикадах растерянность Тем не менее, Майдан решил не расходиться Фото, коммерсант, Владислав Садель 29 января Несколько десятков активистов партии «Свобода» потребовали от активистов общего дела покинуть занятое ими Министерство аграрной политики После непродолжительной стычки с применением травматического оружия вверх взяли активисты «Свободы» Фото, коммерсант, Владислав Садель 9 февраля На 10-м народном вече в Киеве присутствовали около 50 тысяч человек Фото, коммерсант, Александр Яловой 16 февраля В день следующего вечера было освобождено и передано демонстрантами под патронат ОБСЕ здания Киевской городской госадминистрации, а также разблокированы Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская и Полтавская облгосадминистрации 30 утра 18 февраля На митинг собирались не менее 20 тысяч человек Мирная акция вскоре вышла из-под контроля Фото, коммерсант, Роман Пилиппий 19 февраля Вечером был подожжен Дом профсоюзов, где располагался штаб оппозиции, который в итоге сгорел Фото, коммерсант, Роман Пилиппий К исходу первого дня ожесточенного противостояния цифра погибших дошла до 25 человек, в их число вошли 7 милиционеров и журналист газет Вести Фото, коммерсант, Василий Шапошников 19 февраля Виктор Янукович призвал оппозицию отказаться от применения силы на Майдане Президент Украины и лидеры оппозиции объявили перемирие, но радикалы из движения «Правый сектор» назвали эту договоренность фальшивой Утром на Майдане вновь начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками Фото, коммерсант, Василий Шапошников 21 февраля Рада запретила проведение на Украине антитеррористической операции, объявленной руководством СБУ В середине дня Минздрав Украины сообщил, что за 4 дня столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали 577 человек В Раде подписано соглашение между властью и оппозицией Согласно документу, восстановилось действие Конституции Украины 2004 года Президентские выборы должны были быть проведены не позднее декабря 2014 года А оппозиция должна сдать оружие в МВД Кроме того, Рада проголосовала за освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко Вечером служащие внутренних войск покинули Киев Фото, коммерсант, Владислав Садель 22 февраля На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим во время столкновений На Майдане продолжили прощаться с погибшими в результате недавних столкновений Фото, коммерсант, Юрий Мартьянов 22 февраля Освобожденная Юлия Тимошенко выступила на Майдане Я буду гарантом того, что вас больше никто не предаст В Майдану, говорят люди на площади, гаранты не нужны Он сам готов добиться того, чего хочет Фото, коммерсант, Василий Шапошников 22 февраля Активисты взяли под контроль оставленную Виктором Януковичем президентскую резиденцию Межигорье в 20 километрах от Киева Открыв ее для посещения всех желающих Сам президент улетел в Донецк Фото, коммерсант, Александр Яловой 22 февраля В Харькове собрался съезд 3000 Депутатов всех уровней В основном представители Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Арк Крым Делегаты съезда постановили Что на период до восстановления конституционного порядка законности всю власть на себя берут местные советы В тот же день Верховная Рада постановила Что Виктор Янукович Неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий А также назначила досрочные президентские выборы на май 2014 года Фото, коммерсант, Юрий Мартьянов 23 февраля Верховная Рада Украины возложила на председателя парламента Александра Турченова Выполнение обязанностей президента Украины Виктор Янукович прибыл в Крым Откуда в ночь на 24 февраля уехал в Россию Фото, коммерсант, Владислав Садель Смотреть минус в этом году Как и 6 лет назад Вечер 21 ноября выдался холодным и ветреным И точно так же в центре Кева собралось немало противников политики президента Украины Но уже Владимира Зеленского Правда, если первые участники Евромайдана собрались стихийно, к нынешней акции готовились заранее Организатор митинга движения сопротивления капитуляции заранее установила на Майдане сцену с мощной звуковой аппаратурой и прожекторами Напомним, это движение появилось всего несколько месяцев назад Но уже заявило о себе несколькими многотысячными акциями Смысл которых убедить президента Зеленского отказаться от формулы Штайнмайера документа Который определяет очередность выполнения пунктов минских соглашений и предполагает принятие особого статуса Донбасса По мнению участников движения сопротивления капитуляции Многие из которых ветераны боевых действий в Донбассе Нынешняя политика президента Украины может привести к окончательной утрате неподконтрольных территорий Начало вчерашней акции было запланировано на 19 часов День достоинства свободы, как называют 21 ноября, хоть и знаковый для Украины, но государственным праздником пока не стал Поэтому и митинг, посвященный ему, мог выйти по-настоящему массовым только после окончания рабочего дня Но начать мероприятие даже в это сравнительно позднее время не вышло Организаторы решили отложить первое выступление, чтобы дождаться всех опаздывающих При этом участникам акции напомнили, что акция, хотя и политическая, и ее организаторы заранее объявили, что намерены обнародовать свои требования к власти и обсудить с демонстрантами планы дальнейших действий по недопущению капитуляции, но внепартийной и непредусматривающей демонстрации символики политических сил Над многотысячной толпой, собравшейся на Майдане, действительно почти не было флагов с логотипами партии Е-движений Вместо них в толпе преобладали флаги национальные и красно-черные знамена украинской повстанческой армии, УПА, запрещена в РФ, а немолодой мужчина размахивал полотнищем с эмблемой НАТО Были и самодельные плакаты, написанные от руки на листах Ватмана «Вернешь Крым, вернешь мир» — особый статус всем областям и тем, кто кричал «Путин, введи», теперь требуют «Зеленский, разведи» Волонтеры с траурными повязками, по-видимому означающими «скор» по погибшим в Донбассе, раздавали листовки с призывами не верить президенту Владимиру Зеленскому и не допустить реализации его мирного плана Согласие Зеленского на условия Путина — это капитуляция Украины Оно не остановит войну и приведет к значительно большему числу жертв уже в ближайшем будущем И поставит под угрозу само существование Украины, говорилось в них Об этом же говорили и со сцены Кто-то иносказательно, не называя фамилии чинов, а кто-то прямым текстом, едва ли не угрожая при этом представителям государственной власти Особенно доставалось самому президенту и людям из его ближайшего окружения «Требуем уволить главных агентов капитуляции и реванша, Богдана, Ермака, трубу и других сивох», — заявил бывший депутат, а ныне один из руководителей движения сопротивления капитуляции Андрей Левус Упомянутые им люди — это фактически костяк президентской команды Андрей Богдан — руководитель офиса главы государства Андрей Ермак — помощник президента, ответственный за внешнюю политику Роман Труба — глава Государственного бюро расследований Хотя и назначенный на эту должность еще во времена президентства Петра Порошенко Но сейчас активно ведущий расследование возможных преступлений бывшего первого лица Сивохи — это политический новояз Так, в честь экс-шаумена Сергея Сивоха, назначенного несколько недель назад советником главы Совета национальной безопасности и обороны, называют бывших артистов и КВНщиков, пришедших в политику на волне популярности Владимира Зеленского Определение это только появилось в лексиконе журналистов и общественных деятелей, но уже понятно украинцам без дополнительных пояснений Поэтому именно требование уволить Сивох было воспринято демонстрантами с наибольшим воодушевлением Такого количества одобрительных криков и аплодисментов не собрал ни один из десяти оглашенных господином Левусом пунктов требований к Владимиру Зеленскому и другим представителям власти И это при том, что среди этих пунктов требования возвращения Крыма, поддержка курса на вступление в НАТО и ряд других актуальных для проевропейской оппозиции моментов По итогам митинга петицию со всеми требованиями было решено передать в офис президента Но больше активисты движения сопротивления оккупации надеются на поддержку партий, в том числе парламентских Как съезд правящей партии Украины обновил руководство и скорректировал идеологию Кроме того, Андрей Левус предупредил, что накануне намеченной на 9 декабря встречи в нормандском формате Россия, Украина, Германия, Франция, демонстранты встанут лагерем под офисом президента Нужно, чтобы Владимир Зеленский знал, что дома его ждут те, кто не потерпит капитуляции И принимал решение исходя именно из этого знания, пояснил он Празднование Дня Достоинства и Свободы Фото, Иван Коваленько, коммерсант Кстати, за несколько часов до них туда уже приходили участники другой акции организованной Националистической партией Свобода Они начали отмечать годовщину Майдана еще засветло Посетили молебен на Институтской улице, где в ходе боев со спецподразделением «Беркут» погибли около сотни человек И провели короткий отдельный митинг Его требованиями было не только осторожное отношение к любым договоренностям по Донбассу Но и, например, отказ от свободной продажи земли Рынок которой власть намерена открыть уже следующей осенью Теперь под офисом президента Зеленского можно найти старое разбитое пианино Обклеенное лозунгами «Не играй со землей, не играй со войной» Украина не пианино Но из-за того, что за последнее время к зданию приходило несколько оппозиционных групп Понять, кто его привез, затруднительно При этом пианино еще один из своеобразных символов новой оппозиции Дело в том, что еще в бытность комедиантом Владимир Зеленский изображал игру на этом инструменте половым органам Сейчас это видео активно распространяется в соцсетях И многие утверждают, что такой человек не достоин быть президентом Почему в Верховной Раде пригрозили распуском? Установке инструмента у самых дверей президентского офиса никто не мешал Хотя к вечеру на подъездах и подходах к нему дежурило несколько сотен бойцов полиции и Национальной гвардии Одних только автобусов и грузовиков с силовиками у здания было не меньше двух десятков Читать далее